Всем привет, ребят! Я не знаю, почему со мной это происходит. И всё будет хорошо. У нас, например, знакомство с родителями Валеры не состоялось, потому что... Было изначально преподнесено как? Что со мной хотят познакомиться со слов Валеры. В итоге мы приехали в Питер на день рождения бабушки Валеры. Нам никто от Сладенья не звонил, не писал, чтобы мы отправились, собственно. Я от Сладенья говорила, мы вообще приехали очень рано, где-то в 9 утра в Питер. Мы сразу поехали покушать. Я изначально, когда ехали, ещё говорила, ну типа, что мы подарим бабушке там, во сколько к ней поедем. Он говорит, нам позвонят, скажут, и мы поедем. Ну поэтому я так и рассчитывала. В итоге вечер уже 8, ну было, знаете, где-то 12 после отеля. Я говорю, Валера, я вот хочу помыться, там полежать. Валера говорит, да, и дождь был ужасный. И мы остановились в отеле. Видимо, родители Валеры это восприняли, как мы приехали потусить. Хотя нам просто не предложили посидеть, ну, дома у бабушки. Вообще не говорили про остаться там у бабушки и так далее. Ну и я не хотела бы теснить людей, зачем. Вот. Ну и как бы Валера сказала, ну, нам позвонят, давай отель снимем. Мы сняли отель, мы просто там помылись, поспали, полежали, да, поболтали. Всё, ждали времени, чтобы поехать на день рождения к бабушке. И в итоге мама Валеры звонит и говорит, приезжай один. Он говорит, как я поеду один без Жени, что ли? Ну типа, что за бред? Вот, вы же нас звали. Это семейный праздник. Ну Валера просто поступил как адекватный человек, который, ну, типа, зачем меня было тащить? Я бы, если бы он поехал один, неужели я бы не была бы против, что, ну, типа, езжай, конечно, к бабушке на рождение. Почему я была бы против? Просто некрасивая самая вся ситуация, что он зовёт меня, говорит, что со мной хотят познакомиться, а тут родители резко переобуваются. Причём бабушка ничего не говорила. А потом получилось так, что сейчас, короче, в этот день разосрался Валера с родителями, мы никуда не поехали. И на следующий день, когда мы уже уезжали, мы же приехали буквально, мы хотели приехать на день рождения вечером уехать. То есть мы хотели приехать в Питер и уехать. Даже, ну, никакой тусовки мы ничего не планировали. Так совпало, что у нас там годовщина была? Ну, мы и так называем это годовщиной. Типа, мы отмечаем каждый месяц, как мы вместе. Вот, делаем себе праздник. И, ну, мы поехали вместо бабушки на дня рождения в ресторан с Валерой. И в итоге на следующий день уехали. Но перед тем, как уехать, я говорю, Валера, ну, всё-таки давай съездим к бабушке. Он говорит, да, это нужно сделать так правильно. Я говорю, да, это правильно. Тем более, я говорю, бабушка-то ни в чём не виновата. Она же не говорила, что, ну, она как-то против там меня встречи со мной. Она же сама хотела, она сама, со слов Валеры, звонила, спрашивала, как взяла там у Жени, у тебя. Так, время сейчас 13.40. Я с ним договаривалась поехать сегодня утром за вещами. Потому что до этого времени он мне говорил, что вещи он не может забрать. Вот вчера он ездил на квартиру Сан-Саныча, который умер. Значит, Валера приезжает за ключами к своему деду, которому оставила ключи от квартиры Ира, жена умершего Сан-Саныча. Почему она оставила деду? Потому что при жизни её муж Сан-Саныч с дедом Валеры был лучшими друзьями. Поэтому она доверила свои ключи дедушке Валеры. И дедушка Валеры ждал Валеру, чтобы отдать ему вещи, которые находятся этажами выше. В итоге Валера приезжает... До этого Валера рассказывал, что видел своего отца, когда шёл по улице. Но не придал этому значения. Они друг другу кивнули. Затем... Они увиделись дома. То есть Валера сначала почему-то решил не забрать вещи, а попить чай. По его рассказам. Пил чай. И резко приходит отец и начинает его обвинять в наркомании и так далее. Ну, наркомания, мошенничество, ложь. Просит там сдать диспансер, съездить анализы мочи, там крови. Валера отказывается, за что его все принимают наркоманом. И как бы он решил не унижаться и ушёл, как он сказал. Он говорит, неужели я похожа на наркомана? Вроде не употребляют, Валера. Я не употребляю. Потом, значит, получается... Вот он приезжает без вещей. Мы вчера вечером с ним договорились. Вообще не хотел ко мне приезжать. В итоге я сказала, ну ты чё, обалдел? И он приезжает. И мы должны были сегодня встать в 10. Потом Валера сказала в 11.30. То, что мы установили в 5 утра. Я согласилась. И поехать в Альфа-банк, чтобы ему карту... Он почему-то разрезал карты на днях. Сказал, что со злости. Вот, то есть мы установили карту. Он должен забрать карту, на ней деньги. И оплатить, соответственно, iPad, MacBook, iPhone. Ему iPhone, мне MacBook возместить. И наушники AirPods, которые он... Не знаю, что с ним произошло. Говорит, что остались дома у его родителей. Мои вещи. Вот. С родителями тоже общалась. Они сказали, что... Вы, Женечка, даже не знаете, на кого попали. Мы в Краснодаре. Вы в Красногорске живем. Приезжайте к нам. Мы с удовольствием. Он лжец. Я говорю, что же у меня? Ну, сразу-то не предупредили. Как же ваш сын такой вот? Плохой ходит по земле-то, по белой. Они говорят. Ну, вот так. Я говорю, он у меня вещи украл, получается. Как вы говорите, в ломбард стал. Это... MacBook мой за мои деньги куплены. И мои за мои деньги куплены наушники. Он говорит, ну, увы. Отец Валера. Увы, говорит. Фейсбушник мне говорит, ну, увы. Класс. Короче. Полный пиздец. Оф-креэйшн. И, собственно, вот. Сегодня мы просыпаемся. В Риме 12 с чем-то. 12.50. Я вижу, что... Я видела, как он меня не разбудил. Почему-то продолжил спать. Ладно, это можно спустить на то, что человек не выспался. Вот. Но в итоге я начинаю одеваться. Все. Я оделась, накрасилась. И человек мне говорит, так. Мне надо отъехать. Я говорю, в смысле отъехать? Я буквально на час. Я говорю, Валера, почему какие-то проблемы, когда нам нужно куда-то поехать? Вот у нас дела. Почему ты, блядь, резко испаряешься? Куда-то пропадаешь, уезжаешь. Что за хуйня? Ну, что мне человек говорит? Мол. Женя говорит, блядь. Вот так вот, нахуй. Надо мне. Вот надо к тете Ире поехать. И Тера, которая не брала, по его словам, трубку, не отдавала там вещи, потому что просто трубку не брала, не отвечала, не перезванивала. Занята там похоронами и делами. И вот. И она тут звонит Валере и говорит, надо подписать документы. И Валера прям ринулся подписывать документы. Я говорю, а то, что мы с тобой договаривались, ничего. На пресне ехать отсюда с Люберец в час. Он говорит, я все успею до трех. До трех осталось час 15 минут. Ему дорога только в одну сторону, час. Я сказала, если до трех часов не будет денег на моей карте, которую ты мне обещал. Просто зачем это все? Если ты наебщик, то нахуя ты это все делаешь? Мне нервы нахуя трепать. У меня это только вот вызывает такой, знаете, ненависть, злость. Я еще только более становлюсь прям. Я не проникаюсь ни в коем случае человеку. У меня наоборот началось отторжение от него. Поначалу все было хорошо, сейчас я не понимаю, со мной кто, блядь, пиздоболы или кто, блядь. Я красивая, я умная. Мне будет несложно найти нового молодого человека. У меня никогда с этим не было сложностей. Сложности были только с тем, чтобы мне человек всем соответствовал. Вот. Короче, блядь, все посмотрим наху. Я думала, что в три часа не будет ничего, блядь, и мне попался наебщик, и, конечно, не хотелось бы в это верить, но, увы, блядь, увы. Наверное, увы. Ну, как, блядь, ты можешь успеть из Люберц доехать до Пресни, блядь? Успеть еще в Альфа-банку? Он, сука, это за 8 часов в день не успевал. Целый месяц я ждала свои вещи. Человек первый день проебал, получается, на вещь. Сказал, что они у родителей. Родители не отдают. Вот так вот ездил к ним две недели, они все не отдавали, блядь. Пиздец, ёпта. Не понимаю, вот, что за нахуй. Чё, блядь, за долбоёб? Если он реально окажется мошенником, то он, пиздец, конченный долбоёб, потому что у меня пиздить нечего, блядь. У меня самое дорогое, это я, блядь, в квартире. Ну, айфон мой, ну, блядь, который в камень превратится, если его спиздить. Ну, макбук 125 тысяч стоил. Ну, заложил он его, я не знаю за сколько. Ну, хотя, если новый макбук, он же знает пароли и так далее. Наушники AirPods у меня чистенькие, новенькие, последние. Ну, тоже тысяч 10-5, не знаю, заложил. Они в идеальном состоянии, блядь. Вот. Ну, а нахуя это всё делать было? Нахуя, блядь. На займы, ну, не знаю, может, он как-то и крутился, и занимался. Рестораны, бары. Нахуя это всё? Просто, блядь. Ой, пиздец, блядь. А ещё видос сняла, где он такой, типа, пиздатый, охуенный Валерочка. Родители такие хуёвые. Он у вас такой умный, такой добрый. Аж заплакала даже. Пошёл ты нахуя, не буду я его, блядь, выкладывать после всего того, что происходит. Честно, вахуя со всего, что происходит в моей жизни. Просто и много всяких вообще подробностей. Если я буду... Надеюсь, что не буду делать никакое расследование на Валеру, блядь. Но, блядь, это будет вообще клеймо на всей... В моей жизни у меня такого никогда, блядь, не было. Ну, скажем, может быть, каждый может попасться, чё. Каждого могут обмануть. Тем более, ну, если он реально окажется пиздополом, то я больше доверять не буду никому. Потому что, ну, тяжело после такого. У меня много чего в жизни говна было, на самом деле. Но, чтобы вот так наёбывать... Ну, реально, если он реально меня наёбывает, он мошенник, то он пиздец какой-то долбоёб, потому что можно было дочку-миллиардера, я не знаю, кого-нибудь богаче выбрать. Я не дура, блядь, но... Всё так продумать, так долго быть в отношениях, каждый день месть, и... Чё-то хуйня какая-то. Вот. Зачем это всё знакомство с родителями? Зачем тогда было? С друзьями, фотки, там, видео с ним. Зачем это всё? Очень странная хуйня. Ну, я даже не знаю, во что же верить, хорошее или плохое. Надеюсь, что всё будет хорошо. Но, конечно же, как говорит моя мама, нужно всегда готовиться к худшему, чтобы не было больно. В любом случае, это будет не опытом. Заработаю я деньги, и всё куплю себе, и больше никого не пущу в свои хоромы люберецкие. Вот. Всё будет хорошо. Каждый имеет право на ошибку, и я не виновата. Я просто доверилась человеку, хотела любить и быть любимой. Вот и всё. Вот он мне сейчас позвонил и говорит, я не вижу резона. Господи, прыщ, серьёзно. В общем, я подавила прыщи дико, извиняюсь за свой внешний вид. Потом началась ментовка, что якобы он украл телефон, я не присутствовала бы, как он говорит, нанимал адвокатов, ему помогал какой-то сам саныч. Изначально с акциями он тоже был вместе с ним, с Валерой, оплачивал ему что-то. Вспоминаю. Хронологию. Ментовка, значит, то, что он спиздил телефон, он его не украл, у него дважды забирали телефон. Первый телефон забрали, сначала забрали тот, типа, якобы краденый телефон, потом забрали телефон. Он взял пятый, и опять у него сейчас пятый. Он говорит, что у него там много денег, да, вот лежит на брокерском счёте. Я говорю, Валера, ну возьми мне тогда мои вещи. Валера почему не может взять мне эти вещи? Я не знаю почему, в чём проблема. Вот. Просто мне врёт, нагло врёт человек. Я это видео сейчас отредактирую, сразу залью, что если что-то со мной произойдёт, я хотя бы успею его выложить, даже без монетизации, чтобы просто посмотрели и знали правду. Ну вот с этой ментовкой всё продолжалось месяц. Потом он купил эти вещи, через Сан Саныча новые вещи. Мы как раз собирались в отпуск. Он говорил, что он там нам частный самолёт заказывает. То есть такое. Я об этом даже не просила, но, конечно, приятно было. Ну а чё с этого приятного, если я так и не полетала? Просто слова. Короче, в итоге мы не улетели. Четыре раза мне человек обещал, что мы улетим, улетим. Мы не улетали. Прям клялся слёзно, так же, как два месяца мне клянётся, что вернёт вещи, заберёт. В итоге вот эти вещи купил Сан Саныч, как он сказал, с брокерского счёта, с Валериного. И эти вещи лежат вот там дома у Сан Саныча. Валера поехал к Сан Санычу. Много раз пытался забрать вещи, они не могли состыковаться, как он говорит, с этим Сан Санычем. В итоге в последний раз приехал, он говорит, Сан Саныч умер. Я начала угорать. Я говорю, Валера, ты мне вещи мои вернёшь или нет? Он говорит, да, всё, верну и вещи, и сумку тебе куплю. Вот. Думаю, ладно, вот эту Диор, потому что он, как бы, он попросил людей, чтобы они купили, а эти люди, оказывается, это был Сан Саныч, который купил. И самое интересное, что, вот, значит... Короче, он с этим... Вот Сан Саныч умирает, у Валера не может забрать вещи, говорит потом, что это всё происходит в течение двух месяцев, что он их заберёт, заберёт, заберёт. Все это время я всё оплачиваю, плачу за квартиру, плачу за еду, которую мы едим, такси, кино, всё оплачиваю я. Слава Богу, не рестораны, блядь, потому что, ну, за мужчину платить никогда не буду. Но так я покупала для дома, и он говорил, что, ну, я тебе переведу, я говорю, хорошо, всё для отпуска. Я покупала там чемодан, то есть 20 тысяч улетели вместе со всякими принадлежностями для отпуска. Ну, то, что вот бельё стирать, это тоже не дёшево стоит, всё, я оплачиваю. Вот, жрёт за мой счёт, спит за мой счёт. В итоге он приезжает, там в этом доме живёт его дедушка, где живёт этот Сан Саныч, и, типа, его жена Ира передала ключи Валере, ой, дедушке Валеры, и Валера должен приехать к дедушке забрать вещи первый раз. Он просто не успевает, как он сказал, заехать, хотя он изначально за этим поехал где-то в час дня, да, он не успел за целый день, прикиньте, блядь. Так было не раз. Потом он поехал, собрался к дедушке, где сказал, что я тебе на другой день сказал. Валера переносит, ну, говорит, что я ошибся, завтра поеду, в итоге едет. Вот вчера говорит, ой, туда приехал мой отец, начал говорить опять, какой охуёный, что я наркоман, и так далее. Ой, я не забрал вещи, не стал унижаться. Думаю, понятно, карту ему должны были разблокировать ещё 4 дня назад, так почему-то, ничего не знаю, что с карты. Сегодня он поехал, видео мне скидал, вот здесь будет представлено, что он там в Альфа-Банче. Карту, типа, всё, забирается, окей. В итоге, ну, ничего не происходит. И был момент, когда вот это, помните, я выкладывала, что Валера один по аэропорту гуляет, он это объяснил, как я приехал, чтобы проверить, меня отпустят ли за границу, потому что на меня завели уголовное дело, и как бы, я выездной или нет, я решил пораньше поехать проверить, когда уже, блядь, всё куплено, типа, что, зачем ты, ты меня убеждал, что всё нормально. Вот, он это не брал трубку, выключал телефон, и так далее. И мне звонят его родители, говорят, Евгений, вы живёте с мошенником и лжецом. Мы с вами всегда хотели, говорят, познакомиться, приезжайте хоть сейчас. Я говорю, хорошо, а что мне делать с вещами, которые он мне забрал? Мне отец его говорит, ну, увы, увы, наш сын, вор, да, увы, просто. Я говорю, я не хочу с вами видеть, с чём-нибудь делать с вещами. Отец его, как Валера сказал, фейсбешник, вот, отец мне говорит, что он сторож простой. Я вообще не понимаю, если честно, что происходит, и сейчас Валера, я ему звоню, он не берёт трубку, хотя звонок идёт, перезвонит мне спустя 30 минут, и постоянно отключает микрофон, и говорит, что? Я говорю, Валера, ты обещал сегодня вещи в 3 часа дня привезти, уже 10 вечера? Он такой, нет, вещей у меня нет. Уже таким спокойным, пахустичным голосом. Я сейчас делала так, я говорю, что, если я сказала, ты хочешь остаться, чтобы я это не освещала, то покупай мне макбук и наушники, и мы спокойно расходимся. Если ты этого не делаешь, забирай свои вещи, я это выкладываю, освещаю. Вот и всё.